Он подвергался от двадцати годам, что я провел в предчувствии любви. И вот она пришла, явилась наконец. Что вижу я, несчастный, на все раз я застал тебя в поличном, в объятиях моей жены, и более обмана я не допущу. Несчастный ты сам, ведь я поднял твой сын. Что слышу я? Смотри, за правую руку у него такое же родимое тысно, как у тебя. Ты стал быть тот человек, которого ты поначалу писал, тот человек, которого даже по ласкам, приветным сиянием луны, тот человек, носивший медальон с твоим панкетом. Что потеряли мы и думали, что он погиб от клада. Ах, Боже, что я там творил? Ах, если бы я. Ах, если бы. Что там дальше? Наши поклоны. Поклоны репетировать не будем. Ох, дайте свет. Господи, какую щетки ерунду пишут наши современные драматуры. И это в середине девятнадцатого века. Какое счастье, что сегодня играет Шекспира. Вы не могли бы страдать, шутку, побыстрее. Я не могу так долго лежать с закрытыми глазами. Я темноты боюсь. Извините. Да, я Бузерч. А я домой. К тебе. Сегодня не мой день. Меняйте декорации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Елена, дорогая! Наконец-то! Леди Босфилл! Где вы пропадали? Я жду вас в тридцать в два часа. Как мы можем быть верены в том, что у нас мир в здании, если супруга датского посла все время где-то пропадали? Я была отрядой. И что ж вам давали? Габрит? Брит, да? Опять? И кто играл в габрит? Эд, будки! И вчера? Да. И позавчера? Да. О-о-о! Елена, я должна вам сказать кое-что. Только обещайте, что не рассел, если меня. И приготовьтесь услышать величайшую невесту. Ой, вы начинаете меня пугать. Нас никто не может послушать. Они ни слова не понимают память. Значит так. Разместы слушного слишком зачастили тебя. Я люблю Шескира. Можно любить Шескира. Можно его обожать. Можно его перечитывать каждый день. Можно даже браться его с собой в постели. Но не Гамринга конкретно. Вы меня понимаете. Боже, Боже, кто придумал подобную Елену сплетню? Сплетню в одном-то нет. Это что, говорят, я влюблена в Кина? Говорят, обезут. Елена, дорогая, как можно было влюбиться в такого человека, как Кина? Елена, дорогая, я совершенно не признавала себе... И слепый слух дошел до вас. Я хочу сказать, что я правильно сделал, что он пришел. И поэтому, умоляю вас, меня выслушать. Я не знаю, кто такая Анна Дембель. Я с ней не знаком. Возможно, это одна из их многочисленных юных поклонниц, которая взяла достаточно любого теорарального премьера. И влюблена не в меня, а в принца, в короле, в которой я и крат. Ну, это понятно. Молоденькая невеста. Бежит от престарелого жениха. И всего один голос начинает утверждать, что виной того, а в тем киеве. Почему? Потому что он чудовище, овальситель, выхититель. Не знаю, кто еще. Возможно, это свой стулетей. Сначала они платят и смеются над твоим искусством, а потом тебя же ненавидят за те чувства, которые ты у них вызвал. Интересно, ведь? Как вы считаете, ваше высочество? Мраво, мраво, узнал, узнал. Да. Ох, кем вправо. Вы знаете, монолог ваш... Вот, вот, вот. Вот. Монолог ваш. Вот. Давайте послушать. Вот в этой газете сказано, что Анну Дэнди видели вчера, ходящий в ваш театр. Каждый день в театр. Заходят сотни людей. Но потом они взяты, выкроют. Разве? А их когда-нибудь кто-нибудь пересчитывает. Какой ты отец? Как вы сейчас спорились? Ничего-ничего-ничего-ничего. Реально-кранительницы нет. И я еще раз утверждаю. Я не знаю никакой Анны Дэнди. Я нашел в своей гриму. Гримуборно лежато письмо. Прочитать в угол вы поймете, что я никогда не похищал. И не прятал эту девушку. Ах, это прекрасно! А почему вы не обманете девушку по листу? Атеры все равно не поверят. Лицедей изображает страсть, изображает коварство. Значит, морд изобразить и невиновность. Вот если за меня заступился кто-то из людей, кому само происхождение дает право на всеобщее уважение. Если бы кто-нибудь заступился за меня, депортер Юль, то почему здесь, в посольстве? Господин посоль. Я столько лет страдал. Но судьбу Дании, в кармане, поможет Дании один раз защитить честь своего лица? Мистер Кирк, дайте ваше письмо. Благодарю вас, грозили. Я верил в ваши великодушливые очага, что не ошибся. Ну, понимаю. Позвольте, может быть, все-таки и я там прощу. Да может, мой ранг позволяет мне все-таки. Ваше высочество, когда речь идет о тайне, все ранги родны. Ой, такая идея, ты так обечатлый. Ладно, ладно. Нет, извините. Читайте, график. Почерк не разборчен, но чувства, которые руководили писавшему в ансортисты через секунду. Елена, я не могу придумать, как приблизиться к вам. Писать вам я не смел, но представился случай, я бы хватился за него. Почитайте до конца. Я давно стараюсь найти способ, который позволил бы женщине ваше положение не компрометивно себя уделить хотя бы час своим и тому, которого я люблю. И если же я не шипся, я бы тоже выбирал меня так, что готова подавить этот час, за который я согласен заплатить жизнь, пусть приедет в тяну в следующий раз, когда я буду играть в три часа. Три часа. Три часа. Что три часа? Время. Три часа. Господа, все правда. Мистер Кин не похищал Анны Дэй. Я попытаюсь сегодня же убедить вы этого лорда Мьюэлла. Заберите вашу солнце. Благодарю вас. Годи. А вы решили все-таки я взгляну? Я тоже женщину. Почерк неразборчик. Я думаю, графиня вам все перескажет своими словами. Графиня. Графиня. Браво. Вашего высочистка. Пока. Пока. Когда вы с вами убедимся, как только вы этого пожелаете, вашего высочистка. Графиня, графиня, графиня вашего высочистка. Графиня. 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 Графиня.